привет друзья еду домой из зала отвечу на пару вопросов которые вы присылаете больше всего конечно сейчас вопросов приходит по поводу мануальной терапии тем более я постоянно говорю что не советую этого делать в общем везде где вас выкручивают через силу скручивают хрустят костями позвонками этого делать не нужно не потому что это вам не поможет это поможет многим помогает но риск получить серьезнейшую травму вплоть до того чтобы сесть инвалидное кресло очень велик и он нивелирует все те положительные эффекты которые вы могли бы получить поверьте не стоит так рисковать и это говорю не я это говорят специалисты сам касьянов я уже рассказывал говорил моему отцу лично что он никогда не доверил бы свою спину даже самому себе делайте вывод тем более что все это вы можете сделать самостоятельно более безопасно и полезно всего лишь занявшись правильной йогой почему я говорю правильно и потому что сейчас это фитнес бизнес индустрия даже йогу умудрилась сделать опасность только чуши есть очень интересная американская не исследование даже статья книга по моему одного очень известного американского мануалиста остеопата который пишет что больше всего к нему обращается с проблемами в поясничном отделе позвоночника и я был шокирован это тренера инструктора йоги задумайтесь об этом тоже а что полезно друзья полезно спортивный массаж хороший глубокий массаж когда вам будут действительно снимать спазмы с мышц они у всех у нас возникают и больше всего их у тех кто даже не тренируется об этом нужно помнить а именно спазмированные мышцы вызывают проблемы уже с позвонками с суставами этого нам с вами не нужно этого нужно избегать поэтому массаж хороший массаж у хорошего специалиста это полезно самомассаж тоже очень полезно много сейчас валиков роликов делайте пользуйтесь единственное не советую не рекомендую также как и растяжку делать интенсивно перед тренировкой это может только повредить есть специальные техники массажа делают их специальные люди в командах игровых видах спорта такие есть это специальный массаж перед игрой перед тренировкой но таких специалистов как вы понимаете очень-очень мало поэтому обходитесь тем что есть делайте массаж делайте самомассаж после тренировки я уже не раз говорил что растяжка перед тренировкой особенно между подходами между упражнениями опасно вредна и делать ее не нужно кто задается вопросом почему посмотрите мою статью об этом видеоролик я там подробно объясняю почему еще друзья не стоит спорить со мной не потому что я такой герой а просто мне это не интересно я делюсь с вами своим полезным накопленным практическим и немножечко теоретическим опытом ваше право воспользоваться им или пройти мимо поэтому если хотите высказать свое мнение а каждый человек имеет на это право высказывайте его в комментариях но не нужно ждать от меня что я буду вступать с вами в споры мне это не интересно нет на это просто времени меня часто спрашивают как понять хороший канал или нет друзья это действительно сложно сделать но я знаю точно наверняка что если канал называется к примеру аббревиатура какая-нибудь да и лучший канал или просто написано лучший канал лучший блок это сто процентов херня какие-нибудь домашние диванные тренировки специалисты то что канал лучший должны говорить подписчики канал в комментариях должны говорить люди которые пользуются советами человеку психически нормальному адекватному не будет он называть свой канал лучший канал о фитнесе там лучший канал о путешествиях но это просто на мой взгляд это смешно на мой взгляд это также смешно и как люди делающие селфи когда я вижу человека особенно мужика с телефоном в руке фотографирующим себя в зеркало ну кроме смеха и жалости у меня это ничего не вызывает ладно девушки еще но даже девушки неужели нет возможности поставить нормально телефон даже попросить кого-нибудь ну у бога смотрится когда делаешь селфи опять-таки друзья это мое личное мнение я не настаиваю кого смотреть ну смотреть можно всех друзья если вы хотите смотреть кого-то с точки зрения эффекта полезности познавательности тогда нужно конечно быть избирательным нужно смотреть на самого человека что он говорит что он делает соответствуют ли его высказывания его образу жизни примеру есть один такой чувачок лысый который там всю жизнь не всю жизнь года три по моему он сидел на вечном курсе на этом ничего не добился кроме прыщей и при этом выглядит сейчас как анорексик всех и вся обсирает и говорит о том что снимает полезные ролики полезные для кого для чего и люди которые смотрят его и покупают у него программы вот это больные люди по моему таким людям нужно обращаться к психиатру как минимум сам-то человек этого понятное дело не признает но последнее его видео он там обсирает трех каких-то фитнес-блогеров как ты который хуже любого из этих трех человек можешь кого-то обсирать ну ладно нравится тебе есть такое количество людей вы знаете мы делимся там на пчел и на мух ну те кто постоянно собирает говно выливает его в эфир понятное дело до мухи им это нравится им нравится жрать это говно и выдавать его вам и те кто смотрит такое говно блоге всякие всякие там группы которых нельзя называть кому интересно вот вся эта гни вся вот эта чушь у меня вызывают чувство жалости вот неужели интересно копаться там в чужом белье но это же блин ну как минимум отвратительно мне интересно посмотреть что-то познавательное мне интересно посмотреть что-нибудь смешное развлекательно но никак чьи-то говно особенно вот это лицемерие когда начинают девочек фитоняшек оскорблять за то что они фотографируются там обнаженными или в купальниках выставляют свои попы блин ну ладно когда это делают завистливые женщины хотя большинство комментируют парни парни которые дрочат на этих же девочек ну просто в голове не укладывается вы поймите что тело не может быть оскорбительным если вас оскорбляет вид голого тела то вы больной человек реально больной зазомбированный человек мы приходим в этот мир обнаженными в древнем риме только высокие патриции могли появляться обнаженными на людях как красивое спортивное женское тело может быть аморальным вы что мусульманин если вы мусульманин и я еще понимаю но когда ты молодой парень смотрящий порноху драчащий на этих девочек оскорбляешь этих девочек ты просто показываешь насколько ты тупой имбецил даже вот не хочется ругаться и вот здесь тоже вот это говно выливать в общем девчонки молодцы тренируйтесь радуйте нас своими фотографиями в купальниках обнаженными нет в этом ничего аморального аморальная только в головах больных людей и если мне там кто-то пишут часто дачу ты вот хотел бы чтоб твоя мама или твоя жена вот так же фотографировалась да блин друзья конечно хотел если мои женщины выглядели так что не стыдно было бы их снять обнаженными и показать почему нет что в этом аморального что в этом некрасивого красота тела эстетика если вы повторяю видите в этом что-то негативное то негатив и грязь в вас самих задумайтесь об этом так вот вернемся к этому лысому специалисту который обсирал там этих бедных фитнес ребят и самое интересное он даже не понял как сам лоханулся и обосрался и я уверен что многие из тех кто смотрел этот ролик тоже этого не заметили он обвинил там одного мужика который делал становую тягу единственно что мне не понравилось что он делал ее в носках и в сланцах во первых носки и сланцы это просто ну понимаете сами да и как можно тренироваться серьезно в сланцах да никак это не уважение ни к себе не к залу не к людям которые там тренируются но не в этом суть суть в том что человек сказал что он сделает мертвую тягу он ее и сделал но этот лысый человек докопался и сказал следующее прям процитирую он сказал что сделает сейчас мертвую тягу а сделал становую неужели в россии ну большинство людей не понимает что мертвая тяга и становая тяга это одно и то же дед лифт друзья он и переводится как мертвая тяга но в россии почему-то все мертвая тягу мертвой тягой мы не все но большинство называют румынскую тягу хотя в принципе любая тяга когда вы поднимаете вес пола работая в тазобедренном голеностопном иногда в коленном суставе это все мертвая тяга и тяга на прямых ногах которая правильно называется румынская тяга она и называется румыниан дед лифт то есть румынская мертвая тяга просто к мертвой тяги добавили название румынская чтобы понимать что движение выполняется в основном в тазобедренном суставе когда мы отводим таз назад коленки не двигаются по возможности вот люди сами тупые но пытаются обсирать других зачем друзья зачем выставлять себя идиотами но это опять таки к вопросу о том кто сидит на ютюбе кто что из себя представляет все вот хаят терешина но тоже бодимания если вы себя уважаете и считаете что этого не должно быть так вы просто это не освещаете не показываете но естественно вы гонитесь за просмотрами все мы блогеры хотим чтобы у нас было много просмотров я в том числе я не буду обманывать и говорить что это не тешит мое самолюбие конечно когда стало у меня 100 тысяч подписчиков меня это очень обрадовало потому что я не накрутил и не использовал никакую программу не обращался никаким сервером вы даже можете посмотреть меня даже партнерки нет я специально никуда не подключался я хотел чтобы ко мне на канал подписались реально адекватные люди сто тысяч сто семь тысяч уже адекватных людей есть которые пытаются слушать что-то как мне кажется внятное от меня по крайней мере делюсь тем что сам придерживаюсь проповедую то придерживаюсь того что проповедую и многое из того что я говорю помогает людям вы это все видите в комментариях особенно чем я горжусь это тем что восстановил сам от межпозвонковой грыжи и ни одной снова приседаю тяну за 200 не испытываю проблем играю в воротах хоккей и уже больше тысячи людей воспользовались этой методикой это не моя методика это квинтэнсенция всех тех знаний которые были получены другими людьми кто-то из йоги кто-то из тяжелой атлетики пауэрлифтинга я просто все скомпоновал и подогнал именно вот наши с вами нужны и это работает и это помогает практически практически ста людям из ста одного человека потому что сложно как-то посчитать статистику по моему мне два человека всего говорили что они опробовали это им не помогло ну скорее всего тоже пробовали неправильно потому что многие пишут что вот не помогло мне продолжать это делать или перестать друзья когда у нас такие проблемы у вас такие проблемы и если у вас даже нет таких проблем и вы хотите чтобы их не было чтобы их не возникло чтобы они не появились вообще вы просто обязаны перед своей спиной перед самим собой перед своим здоровьем делать эту гимнастику уже на протяжении всей вашей жизни как минимум утром и вечером если вы тренируетесь то еще и после тренировки если у вас какие-то проблемы то до 15-30 раз за сутки делайте это если вы этого не делаете значит у вас нет проблем когда меня схватило конкретно уже после трех лет лечения от врачей то я делал это почти каждые 15 минут пока мне не становилось легче как по-другому либо вы совсем себя не любите такие вот друзья размышления в дороге надеюсь вам интересно спасибо что присылаете вопросы смотрите видео много очень всякой ерунды приходится встречать когда спорят люди что работает многоповторка или большие веса мало повторка друзья все работает нужно просто знать для чего и как тренируемся каждое мышечное волокно тип мышечного волокна их три у нас требует определенного подхода плюс выносливость тренируется определенным образом сила тоже разная есть она тоже тренируется по-разному все это нужно и не нужно спорить что лучше периодизация вот что лучше всего когда каждую новую тренировку на одну и ту же мышечную группу вы тренируете по-разному и не будем сейчас называть это там относительно типа мышечного волокна а просто по-разному чтобы было всем понятно и в первую очередь это делается ради здоровья ради сохранения психического здоровья центральная нервная система угнетается от непрерывной монотонной постоянной однотипной работы хотите постоянно прогрессировать только периодизация вам поможет кто бы что не говорил какой бы специалист не говорил если вы почитаете реальных специалистов если вы просто обратитесь к жизни вот Америка когда у них были производства когда сборочно-кузовные работы производились в самой Америке собирался автомобиль что вы думаете здесь не разрешали человеку работать больше двух лет на одной позиции у нас на автовазе и люди там рождаются и умирают на одной позиции по наследству ее передают почему? да потому что два года это предельный срок для центральной нервной системы когда вы не свихнетесь а если вы не свихнетесь то у вас начнутся проблемы со здоровьем все все друзья в нашей жизни в нашем организме идет от центральной нервной системы будет плохо работать центральная нервная система все остальное вообще не будет работать никакой полноценной тренировки идти не может быть просто не говорю уже о росте массы силы вы будете просто себя чувствовать плохо хреново именно так рождается синдром хронической усталости раньше медики его не признавали но я сам его пережил когда работал на конвейере на автовазе серьезно это страшно реально страшная вещь такое чувство как будто вы заболели гриппом вы ложитесь спать не засыпаете хотя хотите спать просыпаетесь как будто не спали поэтому друзья важнее всего здоровье и только через призму сохранения и улучшения здоровья нужно рассматривать любую жизнедеятельность вообще чем бы вы не хотели заниматься иначе все просто не имеет смысла вы можете быть самым богатым человеком но вас это не будет радовать вы можете иметь самую красивую жену но вы просто не будете ее хотеть у вас не будет возможности этого но не будем о печальном все таки мы с вами все здравомыслящие люди ходим в тренажерный зал для того чтобы укреплять свое здоровье и я надеюсь что хоть немножечко помогаю вам в этом спасибо вам друзья только благодаря вам этот канал и существует ну и благодаря вам и этому каналу я не стою на месте я вынужден постоянно изучать новые материалы повторять пройденные что помогает мне тоже не гнить как вода стоячая а двигаться вперед увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока всем пока всем пока пока все